Да, вот такой бы прозрак нам. Во все виноват он. Вот не хочется бросать камень в огород Тайменя, да? Но обратите внимание, что Таймень стал у всех запасными ружьями. Какие у тебя шортики классные, а? А что за дырочка впереди? Специальная. Вульфик вырезал? Да. Так это у тебя индикатор судака? Да. Приближающегося, да? Ты молитву прочитал богам? А почему ты в каком-то очень непонятном для меня костюме? Курганская спетметода. Ныряют вдвоем сразу. Вообще, я щуку видел, такую, ну неплохую, стрелять. А там прям вообще вот такие вот лапки. Мы коптить будем на яблоке? Да. Ай, какая красота. Теперь они стали роколовыми. Добрый день, друзья. Надеюсь, у вас такое же прекрасное настроение, как и у нас. А у нас оно такое хорошее, потому что мы находимся вновь в Саратове, на нашем любимом подсолнухе. Октябрь месяц, время, когда остывает вода и появляется хорошая видимость. И мы традиционно приехали сюда на подводную охоту, дабы насладиться нашим любимым хобби. Сегодня у нас традиционная компания друзей в лице Димана. Привет, привет. Из Челябинска и двух курганоидов. Ну и, естественно, вашего покорного. Мяцкого курганоида. Батона. Мяцкого батона. Заселились мы в зимнем корпусе. Летний уже закрыт. В отличие от наших предыдущих поездок, в этот раз мы приехали со своим катером. Потому что, на удивление, рано в этом году подняли местные катера. Ну ладно, Андрюха созвонился. Нам сказали, что лодок нет, поэтому мы цепанули мой катер и перетащили его сюда. Так, вот, друзья, мы прибыли. Ехали просто кошмар. 19 часов. Очень долго. Много ремонтов. Ну что, бойцы, готовы? Всегда готовы. Молодцы. Да, вот такой бы прозрак нам на русле. Ну, я думаю, такой и будет. Ты считаешь, что это, ну, это, конечно, закрыто маленько, но все равно. Да нет, здесь вообще не показатель. Хорошо. Что, мы в этот раз проверим новое место, да? Посмотрим. Начинаем операция спуск. Андрей, ты ходил в разведку? Куда? Ситуацию узнал вообще? А, ну да. Что, рыба есть? Рыба есть, да. Где? Рыбы очень мало. Рыба, а где она? Рыба вся трудовая. Непонятно, что. Старик, я уже 17-й год. Рыба трудовая, это то, что мы любим? Да. Отлично. Как раз на поесть. Вы будете, как бы, по своим местам охотиться. Вы видишь, у вас на три дня дать пирожков. До вас приезжали, что-то недовольные уехали. Мы не можем отсюда недовольными уехать? Да я думаю, что кто-кто. Нам же много не надо. Вот наш предводитель, ребята, вы его знаете все. Это наш главный курганоид Андрюха. Это главный истребитель рыбы в городе Кургане. То есть, если вдруг нас смотрят курганцы, и вы знаете, что в Тоболе не стало рыбы, во всем виноват он. Сыпь на него. Валите все на него. Неправда. Правда? Нет. Все согласно нормам? Норма, норма. Что здесь по нормам-то, Игорь? Здесь по нормам 5 килограмм? Так же, да? Так же, да? Вот чем, друзья, неудобно осень? Тем, что одеваться приходится в номерах. В душе. Да, ну так-то тепло можно было и на берегу, ветра бы не было, ветер. Ну да, на улице сейчас, сейчас градусов 12, но на день обещали 18, а на ночь плюс 14. Ну, то есть, как-то вот так вот. Жара. Да, именно поэтому мы приехали в начале октября, потому что, ну, хотелось просто попасть в погоду в нормальную, чтобы было приятно охотиться. Андрюха, с чем сегодня охотиться будешь? С пеленгасом. С пеленгасом? 55-м, ну. Причем я его сравниваю с 700-кой, с тайменем. Ну? Они по длине-то одинаковые. Да ладно? Ну, чуть-чуть, там, может, на 5 сантиметров он меньше пеленгаса. Само ружье, сам гарпун. Ну, примерно. Да? На взгляд, вы рядом стоишь, но. Я долго не мог понять, какой он, там же ничего не написано. Да. И вот уже пришел в магазин, и мне гарпун надо, говорю. Они раз померили, что-то, 55-й говорит. А, ты прям с ружьем проехал? Понял. Димыч, ты что? У меня будет сегодня резинка. А, ты с Робайленом? Я с Робайленом хочу попробовать. Парень вообще не шутит, взял 90-й Робайлен с собой, с однотяговой. Ну, мне она очень понравилась, она очень быстро, комфортно заряжается, и размер ружья позволяет сближаться с рыбой. С рыбой гораздо меньше, чем с тайменем. Слушай, так надо было мне взять тебе Салимар Хироу. Надо было. Двухтяговый. Ты бы оценил прелесть и точность боя с Альвимаром. Что ж ты не сказал, что ты любитель этих арбалетов? А меня... Или я бы мог тебе взять, если тебе уже нравится, в 90-м исполнении, я бы с удовольствием взял пеленгаз 90-й. Понимают, очень интересное ружье. Слушай, ну вот меня вот Рома по прозвищу Кривозный, он говорит, да, ну, как бы дал попробовать свое ружье, мне очень понравилось. Ага. Видимость была замечательная. Руба не пускала близко. Поэтому убойная сила этого ружья позволяла. Но я вот, кстати, вот когда мы с Олегом охотились на турговике, я тоже понял, что вот со 110-м пневматом спокойно охотятся там. Что, видимость несколько метров там, 4-5 метров. Щука осторожная. Особенно крупная щука. А у тебя еще ружья есть? Да, конечно. У меня с тобой еще запасной таймень. Вот, не хочется бросать камень в огород тайменя, да? Ну, обратите внимание, что таймень стал у всех запасными ружьями. У меня тоже таймень, и он на запасе. Да, и у меня тоже таймень, и тоже на запасе. То есть вот так вот потихонечку меняется рынок. Вот и Сергей, наконец-то. О, Сережка, наш тормоз. Наш тормоз, все куда-то летят, все куда-то бегут. Воды никто не взял, все убежали, все стоят в стуле. Какие у тебя шортики классные, а? Отличные. Ну-ка, зацени. А что за дырочка впереди? Специальная. Гуфик вырезал? Да. А что, был не скром, а мал? Очень не скром. Это у него интересно, смотри, у него вех от душа, они с него гладкие. Да. Он постоянно что-то выдумывает, понимаешь? Сейчас вот за их путь, он поплатится. Сережка, так ты выдумщик? Серега, вот здесь ружья лежат, вот в этом ящике. Да, да, провожи. Только, пожалуйста, проверь, чтобы ни твой фонарь, ни мой, ни горели. Ребята, я вам хочу сказать, что мы очень удачно разместились в катере, да? Да. Вот мы когда в казанку садимся вчетвером, у нас вообще свободного места нет. Все завалено. Тут все по рундукам, рассадали, раскидали, все чики-пуки. Что, идем? Погнали? Так, так, груза-то у нас есть здесь, да? Да. Рассаживайтесь, согласно купленным билетам. Все туда, внутрь, конечно, в каюту. Все, Андрюшка, жарко? Поддавливает шею. А шапку-то зачем снял? Шею поддавливает. Шапка мешает. Шапку одень, шапку одень. Шапка шею поддавливает. Садись внутрь туда. Отчаливай, капитан. Серега, вот мы сейчас, когда садились в катер, у тебя ничего не было. Вот мы сейчас с Андрюхой вышли, вы там что-то с Диманом пошушукались, и ты вот в таком состоянии вышел из катера. Да. Что случилось? На судака встал. Ты чувствуешь, что судака? Да. Так это у тебя индикатор судака? Да. Приближающегося, да? Ну да, сейчас посмотрим. А он у вас температуру не мерит. Так, друзья, ну что, мы... А ну кто, кстати, полез-то? Все полезут? Мы пришли на наше традиционное место, которое мы называем магазин. Мы понимаем, что осень, места все чешут, здесь рыбы не будет, но мы используем его для того, чтобы просто разноряться, отгрузиться. Нет, даже не разноряться, просто отгрузиться, проверить отгрузку. А Димка, он вообще сидит, не хочет ничего проверять. Я просто не хочу толкаться. Молодец. Люди поважней, приходят попозднее. Да, Дим? Конечно. Молодец. Видишь, вот часть, вот здесь вот, жесткая. Это правильно. Короче, серая обстирает ласты. Ну вот возьми мои, вон они тритоновские лежат. Нет, зачем? Ну давай, ты же у нас специалист. Почему специалист? Ну вон, возьми S-винку. Она пожестче. Видишь, вот эта вот часть есть. Я тебе больше скажу. У меня высокий взъем, я туда еле залезаю. У меня она вообще хоть мягкая будет, хоть жесткая, мне пофигу. Она все равно у меня будет хорошо держаться на ноге. Мне даже это не нравится. Я с Саней спорю по поводу того, что мне неудобно эта калоша. Он говорит, ее надо растянуть. И что Андрюха? И не рассказывает, как растягивать. Саня, Семенов, три месяца жду от тебя мануала, как растянуть калошу. Сделай уже это как-нибудь. Не знаю. А это что за кислотный пояс? Димановский, Димановский. А, не надо их. Не знаю. Почему не надо-то? Давай сюда. Не, я имею в виду, на берег не надо. Андрей, ты помнишь, да? Рыбу не стреляем. Только снимаем. К тебе у меня сомнений нет никаких. Что ты умеешь просто лежать и наслаждаться процессом, происходящим вокруг тебя. Мелкий судачок должен быть. Видимость плохая, солнца нет, поэтому съемка должна быть в упор. Вот решил, короче, вот эту вот фигнюшку нацепить, держатель. У тебя нет такого? У меня нет такого. Я просто под эту, под лямку. Вот, я всегда тоже под лямку. И что-то так неудобно с ним вообще. Стало, да? Ну, хочу брать. Сереж, тебе не кажется, что у тебя сегодня что-то пошло не так? Да, пошло не так. Нож? Иман, там нож не валяется. Ты молитву прочитал богам? Нет. Почему? Нет, конечно. Ты же уже понял, что что-то пошло не так. Да. То есть только молитва богам может спасти тебя. Нет. Что-то бурчит себе под нос. Андрюха, ты нам секреты когда-нибудь расскажешь? Чего? Какую песенку ты поешь для задержки дыхания, когда лежишь? Сегодня еще не знаю, вот сейчас какая в голову придет. Каждый раз новая? Да. Этот лежит под водой по две минуты и больше. Мы его пытаемся допытаться до него. Что ты делаешь? Как так? Он говорит, я ложусь, отключаюсь и пою песенку про себя. Какую песенку не признается? Видите, рассказывает, что каждый раз разную. На самом деле это одна какая-то волшебная песенка у него. Нет, мелодию какая-то, знаешь, бывает. Бушку там придет. Хоп, мусорок. И все, и весь день ее там ля-ля-ля. Потом уже надоело, что-то другое от других не знаю. И опять хоп, мусорок. И по-того, да. Андрюха, ну расскажи про это волшебное место. Пару слов. Мне кажется, это волшебное место уже стало не волшебным. Понятно, что это волшебное место только работает весной, когда ты на него первый приходишь после земли, когда еще никто не охотил. Если бреки не выбили, то вот, когда открытие начинается, мне кажется, здесь самое такое перспективное место. По судочку. А, по-небольшому? Да. Бывает сазан тут попадает. Бывает сомик. Ну, давно уже не было сомика. Самый крупный сазан, которого здесь стреляли, у нас на глазах 10 килограмм. А который я слышал сом, 36 килограмм. Саня Каменских шлепнула вот тут. Ты на всякий случай гарпун ему отцепил. Чтобы не было соблазна у него. Да, да, да. А почему ты в каком-то очень непонятном для меня костюме? Я теперь имитирую. Подожди, у тебя же есть голый? Есть. Семерка, девятка. 11 вверх, 10 низ. Зачем он нужен сейчас? Подожди, у тебя и новые же костюмы есть? Новый, да? Новый, 11 вверх, 10 низ. Так, вода 10 градусов. 12. 12, да. А ты в чем сейчас? Семерка? 9 низ. 9 низ? 9 низ. Ну, он же просаженный. Ну, понятно, это наши инблушные, которые мы инблушные покупали, да? 3 шорты. Инблушные покупали мы? Да. А вверх? Семерка? 9 бушатовский. А, тоже 9. Да. Но просаженная, это все. Не новая. Вообще-то, далеко не новая. Ну, все, Андрей по-серьезному пошел. Я надеялся, что они по верху не будут пропускать. Курганская свет-метода. Ныряют вдвоем сразу. Рядом ложатся. Или рядом плывут. Если поисковая охота. Ну, все это на 2 минуты можете пока сходить, чай заварить. Стрельнул? Да. Один стоял под палкой. Ну, блин. Кого Андрюха стрельнул? Сама на двадцатку. А? Сом двадцатка. Что-то, слушай, от нас, что ли, Андрюха мутирись ползла, а? Муть. Муть вообще здесь. Ну, а что, хороший? Полтора килограмма. Да. Уже поесть-есть. Андрюшка, тебе осталось, а что, четыре суточка или три суточка? И все, и вылезает. Да. И другой залезает. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, водолаз! Рыба есть? Окуни, судачки. Окуни, судачки, коряжки? Да, коряги и барханы. Глубина? Семь. Шесть-семь. Вообще кайфово. То есть все видно, все светло, хорошо, да? Сережа, водолаз. Ну-ка, плыви сюда, мальчик. Не пойду. Ну-ка, мальчик, плыви сюда. Езди такие большие, более классные. Езди большие? Езди большие. Вообще, езди здоровые. Я сейчас приплыву, ребята, ждите меня. Ты уже опоздаешься, разогнал. Здравствуйте. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Откуда ты? Ты из Кургана. Да когда-то и так всем известно, что ты из Кургана. Курганский батон. Судаков опять гонял? Судаков по мелкоте гонял? Ну, не совсем по мелкоте. Ох, какой хороший окунь у тебя. Это Андрей Владимирович. Андрей Владимирович? Да. Андрей Владимирович может. Нет, Кургана ныряет. Добавил Кукан плавать рядом. А, да? Это у тебя Курганский спец Кукан? Да. Понял. Живой плавающий Кукан. Ну, а ты заодно взрослой стрелял с самого начала. Ну, вот это вот. Где он плавал? Ага. Ну, промазал. Промазал? Убежал он тебе? Ну, далековато так, знаешь, не подходит. Я увидел уже он так. Раз, смотрит на меня. Раз, отошел опять. Подошел чуть-чуть. Ну, так метра два было, наверное, может, два с половиной. И вроде приметился. Бац, чуть выше прошел. Да такой же он. Это, похоже, Андрюха, и был. А куней-то хорошее стояло было. Хорошее, да? А куней хорошее. Хорошее. Хорошее место. Вообще, я щуку видел. Такую, ну, неплохую, стрелятельную. Красиво стояло, а вообще на выстрел можно было. Но Диман сказал, он мне ест щуку. Да? Ну, так а что она? А что, нормально? Вывези-то, красавцы, да? А если там экран, мы бы сейчас сделаем. Тут вообще мелко, да? Я сначала вон там буркнулся подальше глубоко. А там песок чистый-чистый, вообще ничего нет. 7-8 тут. 7-8 там. А вот здесь, где коряжки, тут вообще, наверное, 4. Здесь можно быть. Это самый крупный судак сегодня. Да. Да. А судак в коряжке, вот где Андрюха, их давил-давил. Я потом туда прикол, занырнул. Как-то вот он. Смотри, он у меня какой-то синий с одной стороны. Видишь? Вообще добрый оконь. Синий. А с этой нет. Как будто покрашенный чем, видишь? С одной стороны. Ужас. Ужас, ужас. Так, ребята, ну что, поехали? Вон там он, ездей гонять. Где? Вон он, ездевый остров-то. Да. Там тоже они могут быть. Ох, копченый-то. Да, копченое дело. Игорь молодец, что взял коптилку. Да, Игорь молодец. Мульда. Нет, это у нас рыб-мешок. Так, ну что, ребята, занимайте места согласно купленным билетам. Капитан проходит. Так, Юнга, ты не уходишь, ты асфортовываешь. Уходим. Я не видел крупных. Сначала вообще крупные были. Блин, килограмма по три вообще. Оооо, такие. Ходили или стояли? У меня ходили. А потом в корягу я подплыл, они там в коряге стоят. Уже Серега туда нырнул, крупных выгнал. И вот остались, которые плотно, ну килограммовые. Которые прям под палками стоят. Я представляю сейчас, я нашел тоже езей. Увидел его глазами. Такой, камеру на него наложу, и у меня лампочка, чик, тухнет. Прям вот в этот миг, как раз, когда надо снимать, чик и села. Мы их не стали стрелять, сам билет. Ваня, убежали в конце концов. Трешек, кто, можно было стрелять? А сейчас вот это, я подплыл. Окунь, Андрюх, он здесь недалеко от кнопки. Раз, он уже шугатый. Ух, ушел. Ну, он просто разбежался здесь, округ. Ты причемил рыбу. Он здесь, вокруг и остался, просто разбежался сейчас близко, не подойдет. Ну, он сейчас не подойдет, он сейчас несколько часов будет, а то, может быть, и день собираться обратно в корягу. Обычно вот один-два раза за нырнул корягу. Есть там парочку, максвел. А я здесь на наших местах нырял, на сазана. А, нету сазана? А изъедено? Да нет, не видно, глину-то где изъедено. Ракушка есть? Нет, ну заелина, ага. Заелина. Спасибо. 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 Ребята, ну что, подводную охоту не снимайте, хоть рыбу покажите. А то только рассказывайте, что вы подводные охотники. Как будто они слышат прям. Не знаю даже, что ответить. Просто лох у нас застал. Сколько нам на жарюху-то хватит? Точно не съесть, сколько килограмм-то? Ну покажи, хоть рыбу. Ты позавтракать что-нибудь. Что там показывать, ты выкладывать ее хочешь? Ну это вот так вот что. Ну покажу одного тебе, хватит. Ну что, хороший, это сколько вот он? Ну да, это под трешкой. Под трешкой, ну. Под трешкой. Нет, смотри, норму взяли, норму не взяли. Не взяли. То есть у нас 4 охотника, это мы могли взять 20 килограмм. Здесь 20 килограмм нету. Ну вот так-то, под 20. Так что, ребята, вот нас не надо гнобить о том, что мы лютые браконьеры. Никакие мы не браконьеры, у нас все четко. Ты бушку нагрязаешь? Да. Ну только голову не выбрасывайте. А что, вы всегда их выбрасываете? Один Игорь Владимирович всегда их собирает. Домой везет, да? Так, окунеем, и что, сейчас надо же засолить? Да, засолим, закоптим. Андрюха, ну расскажи хоть. Ладно, не показываем. Расскажи хоть, где стреляли-то. Рассказываю. Короче, течения сегодня не было вообще. Вот еле-еле пребывает там местами. И вот где вот. Только хоть какое-нибудь течение и коряги, там вот могла быть рыба. А в остальных вообще-то не было. Ну и глубины, наверное, 7, наверное, 13. 10, я бы сказал, 13. Нет, она может быть и на 7, если дует на 7. Ну вот окунишек-то там где-то на 7. Не, окунь-то да, окунь, окунь, ясь, езей не стали стрелять. Я не знаю, что вот вы больших езей не стали стрелять. Трешек, ну что бы, стрельнули бы парочку. Нет, я, он у меня пробежал просто, как бы один-то на выстрел, но я не успел. А еще парочка там прошла вдалеке. И все, я больше-больших не видел. А килограммовых-то потом можно было стрелять, но я что-то не стал. Нет, килограммовые нахи не было. А там прям вообще вот такие вот лапки. Что, пора рыбнодор вызывать? Так. О, мы у нас все, это самое, Сережа. Да, это самое. У нас все в нормах. Привет. Наш ролик продолжается. А у нас уже наступил новый день. Я плю кофе. Андрюха злодей вообще, что творит. Андрюша, что происходит? Яблоки вот тут едят, коптильного материала. Хочешь яблочко, смотри. Нет, не хочу. Что, вкусно? Смотри, а. Что, ты не ищешь легких путей, да? Да. Что вы делаете-то, расскажите хоть. Ну, сейчас вот поломали веточки на копчение. Мы коптить будем на яблоке? Ну. Пошли. Спасибо вам. Мать. Теперь просто мы их ломаем, жда, мелкими. Ничего себе, что ты придумал. То есть покупная щипа тебя не устраивает? Что они там продают, непонятно. Химию всякую. Килораму, стружки нагребли. Всякую химозу, да? Да. Смотри, вода ушла. Вижу. Значит, течение включили? В ногти. А вот там выключили. Опять, да? Кошмар. У тебя почему одна решеточка? Вторая, потому что дома осталось. Да мы что, две закладки вне? Получается, что так. А где мы коптим? Прямо здесь, что ли? Вот здесь вот. Да, Павел Александрович. Что, с листрой думаешь? Да, листрой. Ну, что надо лицать? Сейчас Володя тебе научит. Ответчик выкладываю. Не будет горчить здесь залистывать? Да и нет, конечно. Что делать? Тут себе яблоки. Что, хватит? Такая вот копченка. Ну, вот еще можно и их добавить. Иву? Да. Зачем? Для копчения. Андрюшка, век живи, век учись. Так, ну и что, мы одну закладку делаем, получается? Получается, что так? Очень плохо. Да, ладно, что ли? Так у нас вся рыба-то не влезет. За два раза сделаем. То есть у нас на яблони и на иве. Вкуснотища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Открывай. Прошло 55 минут. Ай, какая красота. Что думаешь, готов, нет? Да, конечно. Надо горячим есть. Горячее сырым не бывает. Ну давай, берем с собой на рыбалку, да? Короче, если рыбу сегодня не застрелим, то мы знаем, кто виноват. Вова, если мы сегодня рыбу не застрелим, мы знаем, кто виноват. И так сойдет. Что, Андрюшка, на кого пошел охотиться? Говорят, окуни здесь. Крупные? Крупные. И это только глаз. Так, 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 что-то я забыл груз. Раз, раз, Москва. Станцуешь что-нибудь? Студуфц, студуфц. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, подводная охота в Саратове продолжается. Сегодня у нас такой расслабляющий день. И Диман нашел раков. То есть камыш, трава. О, браконьер наш. Ну-ка покажи, что в руках. Раки. Слушай, они по-моему не раков собирают, а тренируются. По плаванию у них тренировка. Тут раков море. Трава и пошел по свал. Вот в этой траве метр от края, вот просто рядом. Раки, 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 раки. Что ты делаешь? Раков собираю. Во что ты их собираешь? Раколовку. То есть ты используешь раколовку как сетку? Да. Поснимай его. Рук не хватает. Вот. Теперь они стали раколовыми. Курганоиды. Курганоиды-раколовы. Фух. Да, нам дико повезло опять с погодой. Тепло, хорошо. На улице, наверное, градусов 18. Нашли новое место. Офигенское. Все в корягах. Лещи, судаки. Но вы обязательно увидите это. Что, Андрюшка, оторвался по раку? Да. Бегайся. Нормальный? Хороший рак, да? Хороший рак. Вообще монстры. А если поковыряться, там раз-раз. Опа! Оба-на! Окунек. Что, грамм 800? Да. Хороший укун. Что еще есть? Так, 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 так. Что там еще у нас есть? Ну-ка, поковыряйся там еще получше. Раках много сильно. Не до ковыряться. Не знаю, зачем вы столько набирали. Нет контроля, потому что квоту вам не выписали. А, судачка, кто сегодня стрелял? Где, там? Да. Маленький. Маленький. Маленький судачок. Но вкусный. Я его видел. Этого судачка. Да? Не стал стрелять. Мне оставил. Причем от тебя. Спасибо. От тебя они. Ты шуканул. Ты стрельнул? Ну, ты окуня стрелял, тогда ты говорил. Ага. А ты был сколько? Метров 20 от меня, да? И такие, оп, сразу слышно. Не слышно, видно, ровно. Оп, на меня подъехал. От меня, да? И окуни, и вот отличники были. И судачок такой, раз, вышел, прошел. Оторвался, Сережа? А? Оторвался? Оторвался по ракам, да. Сегодня будет пиво и раки. Что, ребята? Что у нас суши? Война, войну, обед по расписанию? Да. Ну, это у нас уже ужин так-то. Смотри, солнышко-то. Что у нас сегодня на ужин? Да что, кракер? Нет, ребята, я что-то против. Против? Я там это против. Вот так. Ну, ладно. Без вас буду. Гуляем вдвоем. Лечь. С червячками. Зато нырнем будет, отрыгаться потом. Вот и копчененький. Огонь вообще. Банка 20-го, 09-го. Просто у меня есть и 17-го года, и 18-го. Это урожай 19-го года. Это твоя, что ли, Серега? Да. Подписываешь, да? Да. И сада? А? Сада? Сада, конечно. Блин, как здорово, а. Как положено. Так, ну что? Огонь. Приятного всем. По хвостику. По хвостику. Ну что, Андрюха, усомнился ты в том, что самый вкусный копченый – это окунь? Особий тоже очень вкусный. Да. Причем любого размера. Не маленький, большой, вкусный. Я вновь либо как-то коптил, тот же брузик. Тоже очень вкусный? Очень вкусный получился. Да. Я тоже коптил. Что, Андрюшка, никак остановиться не можешь? Вкусно? Это все кончается. Во-первых, говорит, вкусно, а во-вторых, мало. Я хулил. Блин, ну как где ложку-то взять, а? А ты знаешь этот анекдот про неигрейский способ есть бутерброды с сыром? Нет. Отрезается маленький-маленький кусочек сыра, кладется на краюшек. И когда кутаешь, носом лепишь. Носом сдвигаешь дальше? Да. Понял. Ты говорит, лечь, а там машь, машь. Я мажу, мажу. Так ты машь, а не слоями накладывай. Приятного всем аппетита. На улице стемнело. Ну, мы настолько уныряли, что совершенно не хотим. Совершенно не хотим лезть в ночник. Поэтому приняли решение остаться на берегу и поварить раков. Андрюха, ты нарячь сейчас должен, стемнело. Сейчас поедим, да поедем. Ну, конечно, поедем. Судак еще не вышел кормиться, да? Да, пусть успокоится. Ну, мне бы посвятил сюда. Не, пожалуйста. О, какой. Монстр вообще. Чего, укуня тоже забросим? Ха-ха-ха. Вот она в копте уху, наверное, забросит. Ну, а что будут раки в окуневом рассоле? Но вряд ли, Игорь, кто-то так глумится. Ну, согласись, гораздо комфортнее сидеть у костра в сухой одежде, да? Я вообще тебя поддерживаю, Сергей, целиком. Вот прям целиком поддерживаю тебя. И варить раков, чем в этой, блин, холодной темной воде, да, мокрой. С фонариком, с каким-то там... Кого-то пытаться поймать. Игорь, ты зачем на меня дым пускаешь? Куда фига на дым? Может, это... Хватит, нет? Да, конечно, хватит. Андрюха, сколько раков фаришь? Времени? Да. Ну, как закипит, мне кажется, 5 минут, там 7 хватит. Шабовой-то будет как хорошо вытаскивать. Вообще здорово будет. Ну, я сейчас схожу. Диман, фонарик оставишь свой. Заодно, Серегу, у них спроси, почему так дорого-то? Да, может, у них подешевело уже готово. А сколько здесь стоит приготовить? Раков там что-то безумно дорого. 500 рублей с килограмма. Мы платили в прошлом году, да? Да. Я серьезно говорю. Я помню, что безобразно. Андрюха, гвозди только осторожно. Заругались на них, что как так-то, блин? Ну, вот такая цена. То есть мы сварили там, я не помню. Больше косаря мы отдали. Что-то там сварили-то нам ерунда. Помню, что нехорошо. Ладно, что, ждем 5 минут. Что, Андрюха, пора что ли? Да, наверное, уже. Давай посмотрим. Красотища, вкуснотища. Нерудно все уже, получится. Молодцы. Осторожно. Не забывайте. Сейчас вот уже пошла. О, сходи. Процесс, да? Димка. Очередной этот полетел самолет. Да, я там с базой построил. В 5 километрах новый аэропорт Саратовский. Теперь самолет излетает прямо головой. Игоря, в левой свете. Что, Серега, уже есть что ли? Что, Диман, рассказываешь? Да про то, что ты про Норвеги рассказывал. Про ракушек. Что нужно просеять песок. Ну вот. И доставать оттуда. Ну, то есть, сначала мертвые находишь, потом находишь уже живые. Да, так это, наверное, одни и те же. Солнечные называется. Ну, вот, короче, мы были в Норвегии. В Норвегии, в этом самом. На Сахалине. На Сахалине, да. И у Володи Бардина. И вот мы ездили на озеро Бусе. Там мы ловили устрец живых. Большая, гигантская сахалинская устрец. И там же мы ловили специальные ракушки, вот по тому же методу, что ты говоришь. Прикопались в песочке, просеивали, вот и так далее. Да, да, да. И потом мы варили суп, который назывался суп Бусе. Ребята, в крайний день нашего пребывания на подсолнухе мы решили переехать из номеров, из зимнего корпуса, вот в эти чудные домики. Пришел с утра Сережа и сказал, что я хочу в баню. Что сегодня, когда мы отныряем, я хочу прочистить свои поры. Хочу погреться. И мы сняли домик. По деньгам он чуть-чуть дороже. Зато вот так вот он выглядит. Из плюсов, то что здесь есть кухня, где можно готовить. Есть зона, где всем тусоваться. Спальня маленькая. Там что наверху лим? Две комнаты с кроватями. Отлично. Здесь есть баня, маленькая, но зато своя. Видите? Душевая кабинка. Туалет. Пойдемте на второй этаж. Грибы забрали из холодильника? У нас в холодильнике стояли. Нет, нет. Надо забрать. А, ну и здесь вот смотрите. Тут двухместная. Красота какая. И еще один туалет. Шикарный домик. Надо было сразу сюда заселиться. Надо было сразу в домик заселяться. Так, ну что ж. Пора переодеваться. И вновь под воду. Пока мы ждем наших тормознутых друзей. При том, что день-то для охоты самый сказочный, да? Вообще ветра нет. Должны быть, да уже давным-давно под водой. Хочу показать вам, какие шедевральные катера здесь бывают. Для профессиональной рыбалки. Смотрите, какой заточенный конкретно под рыбалку. С двумя эхолотами. Тут эхолотов только, как мой катер стоит. Короче, вот такая вот чудная лодочка. Как тебе, Андрюха, на иртыш такую? Ни одной рыбы не останется там. Ну что, ты готов? Да. Куда сегодня идем? До фиг его знает. Идем, идем получать удовольствие. Погода, конечно, сказка. Солнышко бы еще. Нормально. И так, зайдет. Я вот думаю, что если бы солнышко, мы могли бы еще на завтра остаться. Может и останемся, что ли? У нас есть не все такие раздолбай, как мы с тобой. У нас большинство же. У нас, значит, что и машина. Точно. Как тебе костюм, кстати? Ты в каких костюмах плавал, кстати, а вот в толстых? В толстых. Первый был у меня, по-моему, Элит. Как-то называется. Элит Нефли, что ли. Тряпка. Девятка. Потом. Что у меня было потом-то? Я не помню. Ну, какой-то еще был тряпка. А потом... Потом Энблу. Потом Голый Энблу, да. И вот этот Голый. Ну и что? Пока нормально. Вот третий сезон я в нем плавал. Ну, а в Энблу сколько ты отклавал? В Энблу тоже три сезона. Четвертый там уже так, на грани фола постоянно. Тут там надо рвешь, тут там надо рвешь. Уже не тянулся, перестал тянуться. А, эластичность прошла костюма. Да. Ну и с подмышками, понятно, там беда постоянная была. Да. Постоянная беда. У меня тоже самое. И в семерке, и в девятке. Да. Расходятся подмышками. Ну, все равно три года отработал он как бы нормально. Нормально. Так, ну все, по коням. Три года и все. Сергуня. Ага. В лодочку. Видел, хаминберт-то у него вообще сколько дюймов-то тут. Андрюха. Да. У тебя как команда называется? Камышовый кот? Камышовый тигр. Камышовый тигр? Да. Пошел камыш чесать? Да. Надо что-то есть сегодня. Еды-то нет. Да, котлеток-то мы в этот раз не поели, да? Да. А мы, если щуки сейчас застреляем, сами котлетки делать будем? Конечно. Отлично. Давайте работаем по щуке, кабышовый тигры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова